Теперь люберчане могут читать без остановки. В округе стартовала акция «Читающий транспорт». Благодаря инициативе Министерства культуры и транспорта Московской области в автобусах появились книги для свободного чтения. В первый буккроссинг-маршрут отправилась наша съемочная группа. «Если крик не тратит святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Читает дома, на работе и в транспорте. Сегодня Алла Карпенко с книгой еще и в пути на первом буккроссинг-маршруте. Для нее книги – это образ жизни. Руководитель Есенинской библиотеки уверена. Акция позволит вернуть былую тягу к чтению у жителей. «Мы используем книги, которые нам подарили читатели. Меньше стали читать в бумажном варианте литературу, больше в электронных книгах. Мы все вот эти книги будем сопровождать вот такими листовочками, напоминашками такими, где дается и адрес библиотеки. И каждый месяц будем менять, здесь будет перечень мероприятий, которые проходят в библиотеке». Распознать читающий транспорт просто. Автобусы помечены специальными наклейками. Книги любого жанра, от детских до фантастики, можно найти в специальном кармане на сидении. Если чтение увлечет, смело забирайте книгу домой и не забудьте ее вернуть в другой читающий автобус. В Люберцах пока их пять. Они ездят по самым востребованным городским маршрутам. «Книги на сегодняшний день вы увидите на маршруте четвертом и на 363 маршруте. По четвертому маршруту это станция Люберцы улица Строителей и 373 маршрут – это улица Космонавтов до станции метро Выхина. Это регулируемый тариф, те маршруты, на которых люди пользуются льготами». К акции читающий транспорт присоединились 30 округов Подмосковья. В 2020-м количество мобильных площадок для публичного обмена книгами увеличат как минимум трое. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.